Георгий Яковлевич В семье Азовского рыбака на хуторе Кривая Коса, ныне поселок Седово Донецкой Народной Республики. В семье было девять детей. Отец ушел на заработки и пропал на годы. Семи лет пришлось Георгию работать. «Как тяжек был этот хлеб, сколько слез, сколько стыда, сколько оскорблений», – писал Седов в автобиографии годы спустя. До 14 лет он был неграмотен, а потом, когда вернулся отец, окончил за два года трехклассную церковно-приходскую школу и убежал из дома. Я в душе твердо решил поступить в мореходные классы. Не мог равнодушно смотреть на бегающих под парусами суда. В 1898 году, после окончания мореходных классов в Ростове-на-Дону, он получает звание штурмана дальнего плавания. И после нескольких лет службы на торговых судах на Черном море, Седов поступает на военно-морской флот. Экстерном сдает экзамены курс морского корпуса и получает чинь поручика. За период с 1902 года по 1912 принимает участие в экспедициях по исследованию Карского, Каспийском море, устье реки Колымы в Северном Ледовитом океане. В экспедиционных плаваниях Седов зарекомендовал себя блестяще. Молодой офицер амбициозен. Он явно хочет быть заметным и всячески пытается выделиться в своей среде. Так в газете «Уссурийская жизнь» молодой гидрограф выступает со статьями, в которых подчеркивает значение Северного океанского пути для России. Призывает к его освоению. А когда пришла новость об открытии Южного полюса Адмунсеном, Георгий не остается равнодушным. В марте 1912 года публикуется статья с говорящим названием «Как я открою Северный полюс». Слова Седова никогда не расходились с делом. Тогда же в марте он подает докладную записку начальнику главного гидрографического управления. Сначала все складывалось удачно. Газеты «Восторженно» приняли замысел первой русской экспедиции к Северному полюсу. Когда Георгия Яковлевича спросили, на чем основана его уверенность, что полюс будет достигнуть, какая гарантия у него, отчетливо и спокойно звучали его слова. Моя жизнь. Она единственная, чем я могу гарантировать серьезность своей попытки. Однако вскоре Георгия Яковлевича поджидала горькое разочарование. Специально созданная при гидрографическом управлении комиссия резко раскритиковала план экспедиции. Денег не дали. К 2012 году Седов много и успешно поработал на Севере, но он не знал зимнюю Арктики, не имел никакого опыта движения по дрифующим льдам. Отсюда и проистекали все промахи разработанного им плана. К тому же, стремясь опередить Амундсена, Георгий Яковлевич намечал сроки выхода экспедиции на 1 июля. Времени на подготовку было явно недостаточно. Может объявить подписку? В газетах печатаются объявления. Кто-то жертвует 100 рублей, кто-то несколько копеек. Был организован выпуск открыток, памятных золотых, серебряных и бронзовых жетонов с надписью «Жертвователю» на экспедицию старшего лейтенанта Седова к Северному полюсу. Деньги вносили не только россияне. Обладателем золотого жетона стал норвежский полярный путешественник Фритьев Нансен. Даже государь-император пожаловал 10 тысяч рублей. Серьезные ошибки были допущены Седовым при закупке продовольствия. Приобретение продуктов производилось без учета арктических условий плавания. Провизия не обеспечивала членам экспедиции и команде ни калорийности, ни достаточного количества витаминов. На все возражения о неверном подборе продуктов он ссылался на национальное питание в военно-морском флоте. Негативную роль сыграло и то, что приемка продуктов производилась без всякого контроля, что привело к тому, что часть оказалась некачественной. Немногим лучше была приобретена и одежда. Отдельная история стала покупкой ездовых собак. Они были закуплены у архангельского купца, торговца в меховыми товарами фон Вышомерского. Но вместо обещанных самоедских были поставлены собаки неизвестных пород, совершенно негодные для использования в качестве ездовых. Для экспедиции Седов выбрал судно «Святой мученик Фака». Это моторно-парусная шхуна с усиленной носовой частью, приспособленной для движения в альдах. Спешно была набрана команда. И вот 12 августа 1912 года «Святой мученик Фака» становится у Соборной площади в центре Архангельска, а 14 августа проходят торжественные проводы экспедиции во старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова в Арктику. Кроме самого Седова, отправились геолог Павлов, географ Визе, ветеринарный врач Кушаков, художник Пенегин и 17 человек экипажа судна. По плану Фака должен был доставить отряд Седова на землю Франца Иосифа и вернуться в Архангельск. Однако из-за позднего выхода выполнить план не удалось. Судно было затерто льдами у северо-западного побережья Новой Земли. Зимние месяцы были наполнены серьезной научной работой. Была проведена детальная съемка ближайших островов и побережья до Флиссенского мыса. Выполнены исследования по метеорологии, геологии, гидрологии. Собрана коллекция флоры и фауны. Нелегкой была эта зимовка. Не хватало теплой одежды, не хватало многих необходимейших мелочей. Из-за спешки при сборах никто даже не знал, что взято, а что так и не успели получить. Выяснилось, что поставщики жестоко обманули Седова. Несмотря ни на что, Георгий Яковлевич не терял бодрости духа и даже придумывал идти к полюсу прямо с Новой Земли. Участники экспедиции проводили разнообразные наблюдения и совершили несколько санных походов, существенно уточнив карту Новой Земли. Сам Седов вместе с Боцманом и Нютиным прошел со съемкой около 700 километров и впервые закартировал северное побережье Архипелага. Это путешествие было очень нелегким. Георгий Яковлевич обморозил несколько пальцев на ногах, похудел на 15 килограмм. В начале лета пять человек во главе с капитаном Захаровым ушли на юг в Архангельск. На судне кончался уголь. Седов надеялся, что еще летом 1913 года комитет сумеет обеспечить доставку угля и других припасов на землю Франца Иосифа. Тщетные надежды. Капитан не успевает на пароход, идущий из крестовой губы и добирается до Архангельска только в октябре. Промелькнуло лето, а льды все еще держали факу в плену и без запаса столь необходимого угля. Некоторые с членом экспедиции, испугавшись трудностей, уговаривались Седова повернуть обратно. Но путешественник был непоколебим. Вернуться, не выполнив своего долга, он не мог, не хотел. Нет, он не даст повода врагам торжествовать. Пусть ценой жизни, но он будет продвигаться вперед. В дневнике Георгия Яковлевича появилась короткая выразительная фраза «Жизнь не только тот достоин, кто на смерть всегда готов». Наконец, в конце августа 1913 года корабль смог отойти от берега Новой Земли и отправиться к земле Франца Иосифа, стартуя годом ранее из Архангельска. Плавание к берегам земли Франца Иосифа было непростым. Главной проблемой была нехватка угля, тающие запасы продовольствия и изношенная одежда. Настроения членов экспедиции были далеко не радужными. Грядущая зимовка всех пугала и тревожила. 31 августа Фака прибыл на мыс Флора, острова Нордбург, земли Франца Иосифа. На мысе было оставлено письмо с описанием дальнейших планов идти к земле Рудольфа. Но тяжелые льды изменили планы. Пришлось встать на зимовку у острова Гукера. Начавшаяся вторая зимовка отказалась тяжелее первой. Все были измотаны прошлой зимовкой. У многих членов экспедиции началась цинга. Печки топили оставками тары, мешкоютными переборками и жиром морских животных. Пищу добывали охотой. В этих условиях члены экспедиции продолжали вести научные наблюдения, исследовавшие ближайшие острова, производя их подробную съемку. В январе начинается подготовка к полюсной партии. Седов принял решение идти к полюсу полярной ночью. Он стремился даже ценой собственной жизни доставить российский флаг на северный полюс. И 15 февраля 1914 года Седов в сопровождении двух матросов покинул судно и отправился на север. Группа смельчаков, уходящая на покорение полюса, смогла взять с собой небольшой запас продовольствия, топлива и снаряжения, уместившийся на трех нартах, которые с трудом тянули 24 оставшиеся в живых собаки. У многих участников экспедиции тягостное настроение. Визе пишет в дневнике. Сегодня Седов с Линником и Пустошным со всеми собаками вышел к полюсу. При прощении Георгий Яковлевич совсем больной разрыдался. Выход полюсной партии оставил во мне мрачное впечатление. Гибель этой экспедиции, учитывая смелость, упорство и легкомыслие ее начальника, кажется мне неизбежной. Путь на север оказался неимоверно тяжелым. На седьмой день пути у Седова обострилась болезнь. Дальше двигаться самостоятельно он уже не мог. Подающего в запытье руководители экспедиции уложили на нарту, но движение к северу продолжалось. Но далеко от острова Рудольфа выбившиеся из сил путешественники вынуждены были остановиться на отдых. Седово становилось все хуже и хуже. Он уже почти не приходил в сознание. И 5 марта 1914 года Георгий Яковлевич Седов скончался. Матросы решили похоронить Седова на острове Рудольфа и возвращаться к судну. Тело полярного исследователя засыпали камнями, установив импровизированный могилой крест и слыж и флаг, который несли к полюсу. Преодолев за 10 дней обратный путь, матросы 19 марта вернулись к острову Гукер, принеся членам экспедиции печальную весть. Пенегин, написавший впоследствии книгу о путешествии Седова, так вспоминал об этом моменте. Стояли в молчании. Только собаки, ласкаясь, радостно езжали. Так вот, чем кончается экспедиция. Вот куда привела Седова вера в звезду. Как обманывают нас звезды. Арктика. С одной стороны, бегство за мечтой, с другой стороны, тщательный расчет, точностью которого определяется победитель в этой гонке. Злая ирония трагедии Георгия Яковлевича Седова, отважного человека, заключалась в том, что он умер, даже не дойдя до точки, от которой намеревался начать пешую экспедицию для покорения Северного полюса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова